Мы знаем, что их команды лет на Пакинском Слове. Вы, кстати, работаете угрозы в адрес Армении, да, в адрес Арсаху, вы имеете в виду, что в Минске группы в Америке, в Курабах, в Америке. Мы ждем сегодня в Дорогу власть, представитель Евросоюза, приветствую вам на заявление, заявив, что во имя продукты соответствует на ирманизации отношений к людьми и Азербайджану. Можно ли считать, напомним, что у Евросоюза предвзятое одностороннее противоположное отношение? Знаете, у Евросоюза своя повестка геополитическая. Здесь не надо обижаться на кого-либо и так далее. Надо принимать, значит, факты такими, какими они есть. Ну и что ж, пусть они так говорят. Но надо всегда свою принципиальность поддерживать и говорить. Это для нас неприемлемо. Вот это можно поговорить, об этом можно поговорить. Теперь вопрос именно в этом, что мы должны держать всегда свою принципиальность. И как только мы сделаем хоть маленькую ошибку, проявим малодушие, вот тогда все будет кончено. А так сказал Тойвикова, не сказал. Это, во-первых, приветствовать заявление такого типа, ну, конечно, мы должны полностью просмотреть текст. Но я думаю, что вообще те связи, которые некоторые демократические государства имеют с Азербайджаном, ну, это, вот это также показывает, что в мире наступил кризис морально-психологический. Потому что вот эта тезис, что демократии там не воюют друг с другом и так далее, демократия не может быть отдана на откуп каким-то авторитарным режимом, мы видим совершенно другое. Поэтому должны быть реалистами. Ни в коем случае не терять принципиальность и бдительность. Никогда. Потому что даже от маленького государства может зависеть очень много.